Без команды тяжело не только в спорте. На всех этапах жизни нас окружают люди, которые формируют нас и наше мировоззрение. У меня это тренеры, партнеры, друзья, близкие. Команда есть у каждого, и часто эти люди остаются в тени лидеров. Пришло время это изменить. В своем проекте я хочу рассказать об очень ярких личностях в разных сферах жизни и командах, которые привели их к успеху. Гриша идет. Та-да-та-та-та-та-та. Ну, Гриша, дорогой, наконец. Привет. Давай познакомимся с твоей командой. Смотри, как она тебя представила. Был звездой еще со школьных подмостков. Гриша, у него все к настоящему, все отсюда. Григорий Лепс. Легенда музыкальной сцены и мой хороший друг. Такая Лепсовская эпоха в моей жизни. Он был весь в музыке. Весь. От певца в сочинских ресторанах до метро, который собирает стадионы. Гриша всегда с упоением этим занимался. Он очень хотел стать великим. Кто шел и продолжает идти этот путь вместе с ним? Очень тебя рада видеть. Взаимно. Так тебя представила твоя команда. Расскажи, пожалуйста, что бы ты добавил. Я Григорий Лепс. Я понимаю, что этим уже все сказано. Не знаю. Мне о себе говорить, в принципе, ничего. Я Григорий Лепс. К этому имени я обязан нескольким людям. Они все живы и здоровы, дай бог. Им счастье, кроме там нескольких ребят. Я начинал с их песен. А все остальное за меня говорит. Моя музыка, моя жизнь, мой труд. Ну, я как спортсменка тебе задаю вопрос. Спортильный. Как спортсменка спортсмена, да. Ты себя ощущаешь командным игроком или все-таки ты игрок-одиночка? Нет, нет, командным, конечно. Одному здесь не справиться ни под каким соусом. Всегда нужно, чтобы возле тебя были люди, которые преданы тебе, преданы твоей работе. И как бы работают с тобой очень плотно. Есть люди, которые работают со мной очень много лет, десятилетия. Многие ушли, но их работу тоже я бы не списывал со счетов. Они работали, прекрасно работали такие, как Майя Серикова, Саша Никитин. Евгений Коболянский, с которого, в общем-то, и началась карьера. Господин Маншин, которого уже, к сожалению, нет с нами. Мой родной дядя, который тоже уже ушел из жизни, он очень рано ушел из жизни. Он именно и как бы приучил меня к музыке. У тебя команда состоит из огромного количества людей. Очень много твоих родных и близких, что безумно приятно слышать. Естественно, они все сегодня здесь не поместились. Да, маловато места. Очень мало, да. Но, тем не менее, мы собрали огромное количество воспоминаний о тебе. И, основываясь на этом, мы создали некие темы, которые мы будем сегодня раскрывать. Поэтому сейчас выбери любую тему, которая тебе интересна. Ну, вот, цыганочка, например. Цыганочка, ты догадываешься? Нет, честно говоря, пока нет. Поехали. Что за цыганочка? Никогда не плясал точно. Шебетной был просто. На миссии не сидел. Все время крутился, крутился туда. Придет домой, выскочит. Опять придет, выскочит. В школе он хорошо учился. Дисциплина была у него не очень. Каждую неделю ходила в школу, конечно. Как выскочит учителя вся. Ой, Голова Семеновна, Голова Семеновна, сил нету, хулиганит. Я говорю, а учится. Там учеба у него все хорошо. Наш дом, аптека, потом здание было там. И в этом здании, оказывается, преподавал музыкант на фортепиано. Он, значит, пришел, сел за рояль. И мне так цыганочку, как он так сыграл. Я говорю, ты где научился, мама? Я записался вот здесь, вот Давыдова. Я пошла к этому Давыдову. Он на меня посмотрел. И мы так смеялись. Он у нас был музыкантом, он у нас в ансамбле. Я говорю, господи, вы откуда? Я говорю, да я пришел, говорит, Гриша, я смотрю, что. Такой, серьезный пацан. Ну, возьми, а у него лапа же. Ну, взял он эту корть. И пошел, и поехал. Он ходил там и разминал вот эти руки. В общем, он был весь в музыке. Весь. Весь. Мать, как всегда, все приукрасила. Ну, это правильно. Все мамы приукрашают. Ты помнишь эту свою первую цыганочку? Помню, прекрасно помню. Сколько тебе было лет? Двенадцать или тринадцать. Как-то так. Почему ты пошел на фортепиано сам? Ну, любой музыкант, который поступает в то или иное музыкальное заведение, в музыкальное училище, и тем более музыкальную консеравторию, должен владеть музыкальным инструментом. Ну, мне просто понравилась сама цыганочка. А, просто цыганочка. Ты рос в творческой атмосфере. Какая музыка тебя окружала, будоражила? Что-то слышал? Ну, все, по большей части грузинские произведения на свадьбах, да? А, грузинская? На свадьбах, да, когда ходили. Ну, это когда стал постарше. Все мы в то время слушали примерно одну и ту же музыку. Не было такого огромного количества исполнителей, как сейчас. Deep Purple, Crissons Clearwater Revival. Не знаю, Битлз я никогда особо как бы не слушал, хотя я признаю, что это выдающиеся музыканты. Где ты ее слышал? На магнитофонах, господи. А, магнитофонах. Вся наша школа была на магнитофонах. Все учились именно на ухо. Слышишь, про меня мама рассказывает, родители, что я когда стала ходить, меня поставили на стул, и я там танцевала. Я даже себя помню. Я слышала музыку, и меня сразу тянуло в пляс. Я не могла усидеть. Здесь как хорошо. А вот и тебя. Вот ты себя помнишь маленьким еще? Маленьким-маленьким. Я занимался спортивной гимнастикой. Ничего себе. Начинал заниматься футболом. Очень долго занимался. Несколько лет. Даже собирался поступать в школу Динамо Киев. Школа-интернат. В Советском Союзе было две школы футбольные. Динамо-Тберитти, куда попасть было невозможно просто. Потому что играли ребята так, что и Динамо Киев. Но к тому времени я уже начал заниматься музыкой довольно плотно. У нас всегда звучала музыка. Папа очень любил Высоцкого. И Гриша был воспитан на музыке Высоцкого. Потому что мы вынуждены были часто слушать то, что слушал папа. Он ему купил маленький такой микрофон. Портативный, наверное, был. Я сейчас вспоминаю. И вот Гришку заставлял петь. Гриша, конечно, психовал, бесился. Ему это не нравилось. Обыкновенная маленькая бабинка стоила 150 рублей. По тем временам это две зарплаты практически. В моей семье больше слушали Аллу Пугачеву. Ну, так вы и помоложе будете лет на 30. Да, и это отложило на тебя какой-то вот этот след. Почему ты посвятил несколько альбомов даже Высоцкому сегодня. Это какая-то ностальгия? Или какую роль играет Высоцкий в твоей жизни? Ну, это выдающийся наш поэт. Я стою, стою спиною к строю. Только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. А для чего? Да кто там разберет? Пушкин современности. Я все время об этом говорю. Пушкин современности. Ты его слушаешь, когда тебе больше. Когда тебе плохо, тебе же там грустно. Разум бывает. Когда хорошо слушаем, когда плохо слушаем. Но чаще. Чаще всего я ковыряюсь в том, что я спел. Ковыряюсь в этих произведениях, потому что я всегда чем-то недоволен. На настоящий момент я бы перепел половину этих произведений, потому что мне кажется, что они спеты плохо. Слушай, вот ты перфекционист. Да. Ты помнишь наши записи, когда ты записывал «Чудовище» к одной из моих сказок? Я это слышал по-своему. Да. И Танюша слышала это по-своему. Зрители, конечно, не знают, но Григорий кидался чашками в меня практически. И в композитор. Да, потому что ты помнишь, ему совершенно не нравилось, как он пел. И говорил, если бы это был мой ученик, я бы его выгнал к чертовой матери. Потому что... Слава богу, что у меня нет учеников. Но, к сожалению, ты не был на этой сказке. Ты не слышал себя... Ну, я слышал оконченное произведение уже сидел. ...в исполнении, в роли чудовища. И твой голос, это, конечно, с ног сшибательные мурашки ходили... Сверху донизу. Сто миллионов раз сверху донизу. Сад старого дворца Свет лунный из окна Двум любящим сердцам Эта ночь должна Помочь открыть все тайны Мама нам рассказала, что при поступлении в музыкальное училище ты уступил свое место мальчику. А потом пришел вечером ко мне, когда уже он ушел на распределение, уже сказали кто, что, куда. Он мне говорит, мам, иди сюда, я хочу с тобой поговорить. Мам, у нас же два человека на ударное поступают. Нас одинаковые баллы набрали. Ну, все, электр не может из нас выбрать кого. Я хочу... Не обижайся маме, давай я пропущу этот год, а пусть он поступает. Я говорю, а почему ты так? Ты у него мама? У него мама очень болеет, рак у нее. А он остается один. Если он сейчас не поступит, все, больше кто ему поможет. Для меня это на тот момент не было важным событием. Естественно, я хотел чему-то научиться, но я не был уверен в том, что чему-то могу научиться именно там. Тем не менее, чему-то, конечно, научился. Что-то, конечно, услышал, что-то подчеркнул, что пригодилось потом в музыкальной карьере. Скажи, а ты себя ощущал в детстве, ну вот когда ты уже начал петь, я так понимаю, что ты и в школьном ансамбле был, и ты тебя ощущал избранным, что тебе дано что-то лучше, больше, чем другим? Ну тебя же хвалили, выбирали. Ну, хвалили. Всех хвалили за хорошие дела, всех ругали за плохое поведение в школе. Ну, то, что ты дебошир, это и сейчас понятно. У нас какой душой огромный. Я не думал, что я стану там когда-то таким известным исполнителем. Я очень хотел стать хорошим барабанщиком, но не получилось. Ты сожалеешь? Ну, не то чтобы сожалею, так распорядилась судьба. Так еще не поздно. Уже давно поздно. Неправда. Тогда идем на следующий сюжет. Ну, поехали. Вот Ривьера. Она же карьера Ривьера. Ривьера карьера. Вот это наша родная Ривьера. Вот здесь от меня была площадка «Радуга». Она тогда называлась, на которой, ну, не долгое время, но работал Григорий. И у нас даже был такой одиннажды случай. Родители решили мне немножко поднять настроение. У меня что-то, оно было по личным каким-то своим делам плохим. И они мне предложили пойти сюда, на «Радугу». Тем более Гришуля здесь играл. Вот мы приходим втроем. Вот, и мы зашли с родителями. И ведущий, который на тот момент там работал, его фамилия была Рачковский, узнал моих родителей, наших родителей. И в какой-то момент вечера он вдруг объявляет такой фразой, что здесь сегодня находятся наши танцоры, наши завсегдаты, которые всегда здесь бывают, танцуют. И сегодня я хочу, чтобы они, значит, показали свой красивый танец и пригласил их вальсировать. И вот папа с мамой, на мое и Гришина удивление, вышли и стали танцевать. Вальс был чудесным таким. Родители танцевали настолько гармонично и красиво. Мне было приятно. И Гриша на сцене, и родители здесь. И я была счастлива. И этот случай мне навсегда запомнился. Расскажи нам свои воспоминания. Огромная танцевальная площадка. Мы там работали. Я играл там на барабанах, немножечко пел. Мне было 16 лет. До «Армии» я работал именно там два сезона. Именно летний сезон, то есть с 1 мая по 7 ноября шел сезон. Родители того гордились? Наверное, я надеюсь. Но тебе было приятно, что они танцевали? Мне было любопытно посмотреть на это. Я никогда не видел, как мама танцует. Хотя она танцевала в детстве. Великолепно танцевала. Ты достаточно быстро стал очень популярным в Сочи. Люди шли в ресторан, чтобы послушать лепса. Ну, недостаточно быстро. Я немножко поработал после «Армии» в ресторанах, когда закончил службу. Потом меня пригласили в рок-группу «Индекс» к Игорю Сандлеру. Мы иногда увидимся. Хорошего уровня были музыканты. Там я тоже кое-чему научился. Но проработал недолго. Около двух лет, по-моему. Уехал обратно в Сочи. И уже началась эпоха вот таких... Ночных ресторанчиков. Денег было много. Тевать их было некуда. Да, вот так. Ну, что-то вроде того. Можно было купить джинсы у спекулянтов, кроссовки. Видеомагнитофон. Да, кстати. Ну и... В Сочи. Да. Ну, а так было во всей стране. Мы не могли пройти мимо твоей славы в Сочи. И... Слава в Сочи. Тебя безумно, конечно, там любят. Все тебя знают. Все гордятся своим лепсом. И пока мы гуляли с Этери, мы встретили вот такого человека. Давай посмотрим. Такого веселого человека. Ты знаешь, кто это? Сложно сказать. Может быть, годы ее изменили. Как бы сейчас даже трудно догадаться. Двая поклонница. Серьезно? Может, так? Ну, а почему нет? Давай послушаем историю. Ну и здрасте. Ну и вот и мы взвешли. Ой, какая же красивая. Какая же красивая. Вот помните наш разговор, что вы помните Григория. Ну, конечно. Это было для меня абсолютным откровением, абсолютной прям неожиданностью. Потому что захожу, и здесь его знают и помнят. И здесь... Мы же местные люди. И все только о нем. Мы его уважаемый человек был. Мы рядом жили. Он же начинал свою деятельность. Где? Где? Около жемчужины. Ресторан 1-3-7. И заходим. А он же там пел начинающий. Ну как? Гриша, Гриша. Местный, местный. Дружба. Ну как? Все равно был день рождения. Ну я просто такой момент не могу забыть. И всем знакомым рассказываю. Всем друзьям. Ну сидели, день рождения, знакомые, родственники, поздравляли сына. Такое все. И он пел. Ну песню заказываем. Он поет, потом подходит. А кому здесь день рождения? Сын. Вот он. А что ты хочешь? Он говорит. Он, ну как? Мало что я хочу. Он хочу велосипед. Спортивный. Он, да ладно, и засмеялся. Он как обычно уже, ну. С юмором. Через два часа прикатывает велосипед. Спортивный. Красавец. Вот этот случай мне запомнился на всю оставшую мою жизнь. Ну и здорово, что у вас осталась такая память о Грише. А велосипед до сих пор еще на даче хранится. Уже сколько это лет было. Так, но велосипед мы не нашли, конечно. А казалось, что уже и не хранится. Но женщина существует. Женщина существует. Весьма возможно, так и было. Но мне кажется, Гриша, ты просто полон таких историй, потому что твоя вот эта щедрость души, она, конечно, изо всех твоих друзей, знакомых, все, конечно, в первую очередь говорят о твоей щедрости. Такой безграничной. Ну, дай бог нам здоровья, спасибо. Надеюсь, я это заслужил. У нас есть один любопытный предмет, который нам дали твои родные. Это очки, которые я подарил своему отцу. А потом они внезапно сломались. Как их сохранили, для меня загадка. Это очки, которые были куплены Гришуле. Вот я так вспоминаю, помню эту историю. Они были куплены на первые его какие-то зарплатные деньги. Вот в один прекрасный день у папы, такой расстроенный в чувствах, что случилось, сел на очки и поломал очки, вот это ушко. И, конечно, оно не подлежало уже никакому ремонту, их надо было выбросить. Но он сказал, это никуда не выбрасывайте, это будет большой памятью. Стоили они 9 валютных рублей, я уже на сегодняшний день даже и не помню, сколько это. Но это не связано никак с твоими очками, что у тебя какой-то фетиш очков. Нет, мне нравились всегда очки. Ну, в Сочи довольно солнечный город. Все пытались ходить в очках. Другое дело, что их практически не было ни в продаже. Если попадались у кого-то хорошие очки, это был таким шиком. Ты даже создал свой бренд. Ну, создал. Не совсем свой, но создал. Ну, как бы, да. И даришь всем друзьям опять-таки. Я понимаю, что это не твой бизнес совершенно. Нет, но мы неплохо заработали на просто простых очках. Есть еще маленькая компания, которая выпускает золотые очки, вот как эти. То есть эти очки я дарю, да, в основном. Друзьям, подругам, родственникам и так далее. В Сочи у тебя было все. Слава, почет, уважение, деньги. Девушек сочинских, наверное, было не с честь. И тут ты вдруг переезжаешь в Москву. Ну, не вдруг. А что? Были для этого свои, так сказать, предпосылки. Приезжало огромное количество музыкантов в наш город. А кто-то забрал, увидел? Многие нет. Нет, не забрали и не увидели. Просто многие говорили, что, Григорий, у вас есть определенный шарм, определенный тембр голоса, узнаваемость и так далее и тому подобное. Вам нужно ехать в Москву, писать альбом и так далее. Люди вас могут узнать. Какой-то продюсер, я не знаю, композитор. Да их было масса. Начиная от Олега Газманова и кончая Кальянова. Александр Яковлевич Розумбал несколько раз об этом говорил. И Господин Кальянов, царствие ему небесное. И Олег Газманов. И еще масса, 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 масса. Все они говорили одно и то же. Нужно ехать в Москву, нужно ехать в Москву. И ты приехал в Москву? Ну, в общем-то, тяжеловато было первое время, как и всем. А кому было легко? Никому, конечно. Легко никому не было. Процесс переезда, процесс привыкания из маленького провинциального городка в огромную столицу длился несколько лет. На мой взгляд, года два. Кто тогда был с тобой в этот момент? Можешь кого-то отменить? Были люди, к сожалению, их уже нет с нами. Они уже не живут с нами. Они мне помогали, они меня поддерживали. Они давали какие-то деньги на квартиру. Они занимались мной. Они ходили на радио, они ходили туда-сюда. Они ходили в студию «Союз». Пытались выпустить там пластинки. Это было престижно. Мы могли там заработать деньги. Но студия «Союз» нам отказала. Через пару-тройку лет я им отомстил. Отомстил? Да. Потому что они захотели напечатать мой альбом нового, когда я уже стал. А почему не взяли тогда? Не поверили? Не поверили, наверное. Может быть, так. Это было их право. Но потом я воспользовался своим правом. Им отказать. В 2006 год я уже сам себе стал как бы господином и хозяином своей судьбы. Начал работать сам. А когда ты именно этот стиль приобрел? Я ничего, в принципе, не приобретал. Я пел, как умел. Манера исполнения осталась прежней. Ты с самого начала пел в этой стилистике. Возможности исполнения сократились с годами. Если учесть, что я имею четыре операции на связке под общим наркозом, то, конечно, это как мышцы у спортсмена. Иногда рвутся там. Давай перейдем к следующей теме. Выбирай. Ну, давайте. Голос. Голос. Поехали. С Григорием мы познакомились много-много лет назад. Наверное, лет 18. Тогда еще процветали в Москве казино. И мы, молодые артисты, часто там работали. На его концертах в казино всегда были толпы. Всегда все хотели попасть на Лепса. Тогда не было Крокуса еще. В основном все гастролировали по казино, по таким маленьким клубам, площадкам. Так вот, на Гришу всегда было толпы. Все хотели послушать. На какой-то момент наши пути дорожки разошлись. Гриша взял какой-то резкий старт вверх по своей карьерной лестнице и стал набирать такую величину, высоту, ширину. А я ушел в свое какое-то свободное плавание, в андеграунд. И спустя много лет мы повидали с ним на проекте «Голос». Если сказать так, как бы для себя отметить какой-то определенный период в жизни, когда можно сказать, что ты уже начал набирать музыкальную популярность и обороты. Ну, это, наверное, 2000 год, 2001 год, когда появилась крыса, ревность, шелест, рюмка водки. То есть в эти годы появилась эта песня. И тогда уже как бы я для себя сделал такую пометочку в голове, что вот сейчас оно и должно начаться. В принципе, так и произошло. Но, опять же, не сразу. Все было постепенно и поступенно. Мы с Панайотовым поговорили о твоем сотрудничестве в проекте «Голос». Давай послушаем, какой же ты все-таки наставник. Давайте послушаем. На проекте «Голос» я попал в команду, конечно же, Григория. Шансов не было ни у кого. Сразу же после слепых прослушиваний он взял нас в охапку. Меня и мою супругу-менеджер. Говорит, едем ко мне в офис. Мы приехали в офис. Он тут же предложил заключить контракт. Меня поразила эта скорость, с которой он принимает решение. Он просто вот загорается, и ему прямо нужно здесь и сейчас. Я вообще называю этот период вот такая лепсовская эпоха в моей жизни. Пять лет мы с Гришей посотрудничали, но дружба продолжается. До сих пор он мне может позвонить и сказать, так, вот я тебе песенку нашел, там, вот. Кочку куплю тебе подарю. Я говорю, давай, конечно, классно. То есть он настолько, понимаете, то есть он все равно где-то рядом, все равно как-то курирует, потому что он... Мы в ответе за тех, кого приручили, и это абсолютно про Гришу. Гриша-легенда, безусловно, для меня и для многих. И, конечно, это здорово, что даже спустя много лет я уверен, что я буду это вспоминать и об этом рассказывать, и этим гордиться. Расскажи, пожалуйста, что дал тебе проект «Голос»? Довольно скептично относился к тому, что меня туда пригласили. Ну, когда пригласили, и когда начал уже заниматься, начал участвовать, мне понравилось. Два сезона я пробовал, больше не смог просто, потому что уже... Тяжело было съемки целый день? Тяжелый гастрольный график, возраст. К тому же были прекрасные наставники и до меня, и после меня. Великолепные профессиональные люди. Но тебе понравилось быть наставником, учить, быть педагогом? Учитель из меня, конечно. Не хватает терпения? Да нет, я сам ничего не умею. Я не могу научить человека петь. Это от рождения отдается. Можно распеть человека, можно путем неимоверных физических усилий занять. И действительно, научить человека петь, но только тогда, когда он действительно имеет голос от рождения, а не просто так. Взять любого и сделать из него певца, это не получится. А сегодня в твоей команде продюсерской кто есть? Нет ни одного коллектива мужа, нет ни одного музыканта. Александр отработал действительно свои пять лет, великолепно отработал. Я ему очень благодарен. Остальные занимаются своей карьерой сами. То есть они в свободном полете. Сейчас я могу курировать только немножечко свою... Дочь? Детскую группу, да. И, может быть, немного буду помогать своей крестнице. Вот сейчас мы с ней спели песню «Весна». Молодая совсем девочка, 14 лет. Но если ты увидишь кого-то потенциально талантливого, возьмешь? Наверное, нет. Даже так? Ну, потенциально талантливый человек... А если кто-то придет и скажет, «Гриша, возьми меня, Григорий!» Приходили и просили. Нет. Нет? Приходили и просили, но нет. Не потому что я не хочу заработать или не хочу, чтобы он стал кем-то. Сейчас существует цифра. Если ты потенциально талантлив, и действительно талантлив, они только потенциально. Пиши песни. Ищи людей, которые могут тебе в этом помочь. Сейчас целая эпоха этих ребят и девчат, которые занимаются цифрой. Вот и все. На следующий день ты можешь проснуться популярным. Продюсеры для этого не нужны. Ищите деньги сами. Я больше тратить никого не собираюсь. У меня есть дети, есть уже внуки, поэтому недостаточно растрат. И без этого, как бы... Ну, на свою музыку я никогда не жалею денег. Так, ну что, мы переходим к следующей теме. Это у нас остается... Ударные интересы. Что это за тема? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вперед. Так, а еще раз можно попробовать? Вспомнить. Он всегда с радостью приходил в наш дом, потому что мы его все любили. А папа просто всегда его стал практически вторым сыном. Мы жили тогда на первом этаже. У нас были две большие лоджии. И папина вот лоджия, прям вот его личная, она, так сказать, была... Вот там как раз и были эти барабаны, его диванчик. Ну, я так думаю, что вот все там и происходило. И, конечно же, поначалу никаких ударных установок не было. Хотя у папы они были живые всегда. Но дома-то невозможно на ней поиграть. У нас тогда даже понятие звукоизоляции, по-моему, отсутствовало. А раньше использовали такие вот мешочки, наполняли их песком, по ним стучали. Шили мы бабушки, мамы, и потом наполняли мы сами. Именно с этими мешочками папа занимался с Гришей на этих мешочках. Это вот сейчас вот такие пэды. Видишь, какой звук глухой? И отскок какой большой, потому что там резина. А здесь отскока нет. В чем ее прелесть? Поэтому вот это даже лучше, чем вот это. Просто это, естественно, сейчас уже никто не делает. Папа заказывал барабанные палочки пучками по 20 штук. И, как правило, сразу половину отдавал Грише. Гриша всегда с упоением этим занимался. Он очень хотел стать великим. Папа всегда знал и подчеркивал, что он стал очень талантливый человек. Он бы им точно очень гордился. Мы специально сделали для тебя мешочки. Похожие они на те. Мы еще тут рисовали такой кружочек. Ты должен был. А-а-а. Маленький, не ваше. Нужно было попадать именно в него. Ну, давай. А что давай? Когда ты последний раз. Руки-то уже не работают. Да прям не работают. Все у тебя работают. Не наговаривай. Здесь вся прелесть в том, действительно, что нет от спока. От такого, как от пластика или от резинки. И поэтому очень многие ребята занимались именно на этих мешочках с песком. Делали всякие упражнения. Тут как бы... Хочешь, мы тебе подарим? Ну, тут да. Надо попадать именно в маленькую точку. Мы его рисовали. Похожие. И все время попадали туда. Старались попасть. Не хватает... То есть это похоже на то, что было? Не хватает только кружочков? Ну, да. Похоже на то, что было. Действительно, похоже. А были кумиры у тебя среди барабанщиков? Они еще раз есть. Ян Пейс очень здоровый играл на барабан. До сих пор играет. Ему уже, по-моему, 71 год. Расскажи, когда первый раз пришел к дяде, ну, почему вдруг барабаны? То есть ты ему сказал, я хочу... Громко было, интересно. Просто у дяди я тоже хочу. Просто барабаны стояли в доме. Там был отпуск у дяди. Барабаны стояли в доме. Такие блестящие, красивые. Премьер, как сейчас, по-моему. Дядя поиграл кое-что. Мне понравилось. Начал тоже что-то ковырять. Ну, такая была детская, так бы сказать... В то время... Детский интерес такой появился. Мне было там 13 лет, что я еще толком-то ничего не понимал. Ну, вот он мне показал, бери мешок с песком, начинай пока заниматься вот этим. Ну, пока я им занимался, ну, потом уже пошел дальше. А если бы не дядя, ты бы стал барабанщиком? Или вообще музыкантом? Может быть и нет. Судьба знает, что она делает, как бы. Бог знает, что он делает. Так распорядился Всевышний. Ну что, мы переходим к последней теме? Я даже знаю, про что это. История, да? Да. У меня достаточно такая судьбоносная была история. В 2006 году мне попал в руки диск «Ансерта Парус». И все время думал, вот поработать бы с таким артистом. Прошло 5 лет. Познакомились мы на студии. А я на этой студии работал аренжировщиком. Виделись часто, и потом он говорит, давай попробуем. Более гипертребовательного артиста, я не знаю, в первую очередь по отношению к себе. Но это касаемо не только музыки, это касаемо, в принципе, жизни. Все должно быть максимально, ну, на предельном уровне, на котором только возможно. Я за это ему очень сильно благодарен. То, что, во-первых, так как это артист первого эшелона, очень востребованный во многих музыкальных программах, не говоря уже про его личные туры, да, иногда приходится делать за какие-то максимально короткие сроки, а все равно права на ошибку нет. Здесь и сейчас, и должно быть очень хорошо. Вот этому я вот за долгое время научился, конечно. Помогает в работе целеустремленность. Мешает иногда вспыльчивость. Можно встать, уйти, хлопнуть дверью, чтобы она отвалилась там. Ну, не получается нота. Одна нота. Вся песня гениально спет. Одна нота не получается. А поскольку Григорий Викторович у нас человек, занимающийся разными видами спорта, в том числе и боксом, то бывает иногда и стены страдают, что-то не получалось исполнить, и просто кулак ушел прямо в панель. Достается, слава богу, только стены. Ломаем стены. Ну, ты перфекционист, это я знаю. Не потелось бы. Это известная нам, твоим друзьям, студия. Там мы записывали песни к моим сказкам. Ты называешь ее, так, если это можно говорить, дом деньгам. Памятник деньгам. Памятник деньгам. Расскажи, пожалуйста, почему. Почему памятник деньгам? Почему? Потому что никогда не окупится такое. А ты рассчитывал на то, что это будет бизнес? Нет, не рассчитывал. Я просто хотел построить именно то, что я хотел построить. Я построил это для себя, для своей команды, для своей музыки, для своего удовольствия. Я получил то, что хотел. Теперь я называю это памятник деньгам. Это никогда не окупится, даже если студия будет работать 2-4 часа в сутки полностью, забит. Мне Григорий делал экскурсию. Я, конечно, восхищена, насколько профессионально построена. Каждая деталь там продумана. Есть обязательно комната для записи барабанов, записи хора, записи любых инструментов. Наверное, это одна из лучших студий, которых я видела, во всяком случае, в нашей стране. Я не видел лучшие. Даже люди, которые приезжают за границу, они говорят, что это вот то, что мы видим у вас, это, наверное, одна из лучших в Европе. Ну, может, шутят. Ну, значит, так и есть. Может быть, шутят. Ну, мне приятно. Эти два человека, которые сейчас говорили обо мне, мы очень много работаем вместе, и без них бы я не сделал то, что я делаю сейчас. Да. Все-таки они молодцы, они учились, долго учились. Я отправлял их в Лос-Анджелес. Мы вместе ездили в Коппингаген к Соррен Андерсу, без такой аранжировщики, гитариста. У него учились. То есть мы всему учимся, до сих пор учимся. Твой эмоциональный вот этот вспыльчивый характер, я понимаю, что он порой помогает. Как уже сказали, что если бы не было такого характера, не было бы Лепса. Нет, ну почему? Но ты себя коришь за вспыльчивость, за вот эти вот... Ну, конечно, желательно быть под сдержанней. Даже когда я психую на концерте, я не психую из-за людей. Я в основном... Из-за себя. Ты к себе слишком... Да, все эмоции отправляю в свое нутро, потому что что-то не получается, что-то идет не так. Люди здесь ни при чем. Ни при чем музыканты, ни при чем люди, которые пришли послушать. Я нервничаю только тогда, когда не могу им дать того, что они заслуживают. Гриша, еще мы узнали о твоей такой... Ну, не знаю, о твоем хобби, что, оказывается, ты любишь коллекционировать песни. У Гриши есть хобби. Их несколько. Все знают про иконы. У него какие-то фантастические количества икон в его доме. И он делал даже выставку. Это все понятно. А еще Гриша коллекционирует песни. Он их покупает с такой же частотой, мне кажется, даже больше, чем иконы. Мало того, что он отслушивает это все. У него есть отдельная почта, куда все авторы могут высылать песни Грише. Он, собственно, ручно, собственно, ушно, я не знаю, как это сказать, отслушивает каждую песню. Но поверьте, там такой материал приходит, что уши вянут. Он, даже если песня жутко записана, жутким голосом какого-то композитора, он может вычленить зерно, услышать хит в этом во всем. Причем он очень часто звонит сам автору. Это происходит приблизительно так. Он звонит. Алло. Лепс. Там на другом конце люди просто уже в обморочном сразу состоянии. Сколько песни? Сколько песни стоит? У него, мне кажется, в картотеке, я не знаю, какое количество еще не спетых песен. Расскажи, что это? Это опять щедрость твоей души? Да нет, дело не в щедрости. Было несколько артистов в продюсерском центре, я все это покупал для них на всякий случай. Сейчас осталось там порядка, может быть, 50 неизданных произведений. Они лежат у меня. Ну, примерно. Было больше. С ума сойти. Некоторые просто раздаю. А какая твоя песня тебе досталась дешевле всего? Рюнководки. Да, вот, это правда, мы слышим. Если из покупных, 300 долларов. Самые лучшие в мире инвестиции. Вот так вот. Нам мама еще рассказывала, как ты ездил в Мариуполь. Вот у него одни песни были, да? Вот он на Высоцкого сколько он потратил. А вот сейчас у него эти военные, вот эти какие-то песни появились. Он же ездит. Сейчас вроде, вроде, где-то еще был. Я говорю, ну, что ты, сука, мотаешься туда-сюда? Мама, если бы ты видела, что там творится. Я говорю, так плакал, так на их жалко. Молодые пацаны лежат. Кого ноги нету, кого руки нету. Он такой жалостливый. Подарки поднес. Говорит, последний раз вез он туда. Он сейчас туда ездит. Я тогда первый раз узнала, я как за голову схватилась. Что это он в дурбе целый куда-то поехал. А он мне говорит, мама, не волнуйся, я в бронированной машине еду. Мама на самом деле очень волнуется. Все мамы волнуются. Все люди, которые в той или иной степени сочувствуют, в той или иной степени переживают, помогают. И я такой не один. Я никогда об этом не говорю и сейчас не собираюсь. Не надо этого делать. Как бы я считаю это своим долгом. И к тому же я езжу туда не совсем один. Со мной идет так же. Моя команда. Есть огромное количество музыкантов. Некоторые музыканты вообще оттуда не вылазят. По окопам там поют. То есть они герои настоящие. Мы так приехали и уехали. То, что мы там помогаем каким-то образом людям, детям, бабушкам и дедушкам, это тоже как бы... Спасибо в некотором смысле нам, но это мы делаем не для того, чтобы получить какие-то медали и ордена. Это просто... Это долг. Я такой, какой есть. Как бы уже сложно изменить характер и природу того, что меня вложил в Господь. Гришенька, я так как спортсменка, задам тебе в финале, ну, скажем так, спортивные вопросы. Тем более футбол тебе близок. Некоторым смешно. Вот представь, мы с тобой на чемпионате мира, по футболу, в одной команде. Финал, последняя минута, решающая. Бежим с тобой, мяч у тебя. Я бегу там слева от тебя. У меня чуть лучше ситуация. Более выгодное положение, да? Но совсем ненамного. Ты отдашь мне пас или сам будешь пытаться? Почему я должен делить с тобой славу? Что это такое? Нет-нет, я забью сам. Вот так вот. Ну, конечно. А говоришь, что ты командный игрок. Вот, понимаешь? Если есть возможность самому отличиться, почему нужно отдавать лавру славы. Мы с тобой катаемся в паре. Олимпийские игры. И на последней секунде я падаю. И мы проигрываем золото. Что ты мне скажешь? Пойдем в магазин, я куплю тебе такую же золотую медаль. То есть ты не расстроишься? Нет. Ну что, и ругаться не будешь? Ты понимаешь, что последний. Ты перфекционист. Наверняка будет как бы неприятно. Ну, если это мой партнер. Даже если это произойдет, я действительно могу сказать, что не переживайте. Сейчас пойдем в магазин и купим такую же медаль. Золотую или платину. Какая разница? То есть ты позволяешь и не ругаешься, если твой партнер там на сцене сфальшивил, допустил какой-то косяк. Ты лояльно к этому относишься? Ну, мы же все живые люди. Живые люди. Все ошибаются. У меня бывают такие концерты, которые даже вспоминать не хочу. Насколько это было безобразно спето. Тем не менее, ну, бывает. Потому что живой организм дает сбой. Последний вопрос, Гриш. Представь, что у тебя есть все возможности, любое твое желание, любого человека ты можешь взять к себе в команду твоей мечты, чтобы получить Грэмми. Кого бы ты хотел взять себе в команду? Не знаю. Команда, которая у меня на сегодняшний день существует, я ими полностью удоволен и удовлетворен их работой. Мне абсолютно без разницы получу я Грэмми. или нет. Я занимаюсь своим любимым делом. У меня есть работа. Спасибо людям и Богу. У меня есть узнаваемый тембр. У меня есть репертуар. И мы на нем не остановились. Мы ищем дальше произведения. Мы их делаем. Мы их поем. То есть ты считаешь, что с этой командой ты можешь дальше себя реализовывать и искать? Абсолютно. Абсолютно. Хорошо. У тебя есть какая-то мечта дальше? У меня мечта петь тогда, когда я хочу, а не тогда, когда надо. Но до этого еще, как я понимаю, достаточно далеко. Дорогой мой Гриша, я безумно рада вообще того, что в моей жизни появился такой друг и человек. И ты настоящий мужчина. Настоящий Григорий Лепс. Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты пришел. Спасибо вам всем. Спасибо за вопросы. Некоторые были довольно любопытны. Я рада, что тебе понравилось. Спасибо. Я тебе желаю, чтобы еще много-много, как минимум 50 лет ты нас радовала. Столько, сколько живешь. Не-не-не, не могу. Фотографию делаем. Фотокарточка. Быстро делаем фотографии и тебя отпускаем. Так, фотокарточка. Где надо из карманов эти всякие штучки повытаскивать. Так. Я два конька секса и юмор. Тем более, что я закончил. Эксклюзив. У его жен были большие перекосы. Прям ужас. Я не все Сашины тексты читаю. Я дилетант. У меня есть приступы гнева прямо ярости. Магазин угорел, да? Облили бензином. Руки-то уже не работают. Не договаривайся. Нарисовал бы на обоих у себя в спальне. Ты себя ощущаешь командным игроком? Мне нравится твой муж. Но первый, второй пока не знаю. Второй, что не нравится. Второй пока не знаком. Ребята, у нас интересная программа сейчас будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин